Добрый вечер! Давайте с вопроса в лоб начнем. Олимпийские игры в Токио смотрите, жалеете, что так и не стали олимпийским чемпионом? Ну, конечно, олимпийские игры в Токио смотрю, а то, что не стал олимпийским чемпионом, нет. Это я понимал, что то, что я смог делать в 2006 году, это был максимум, серебряная медаль. И единственное, о чем я, знаете, Юлия, сожалею, что можно было сделать по-другому, это то, что когда у меня была возможность нести флаг страны на открытии зимних олимпийских игр в Сулкэй-Сити, но я отказался, я готовился к стартам, и это было наше общее решение с тренерским штабом, что там на следующий день надо было выходить на старт, бежать, поэтому мы отказались. Но вот, наверное, надо было это сделать. А про то, что чемпионом... Нет, это уже, я понимаю, что моя совесть чиста, и я всегда, и своим, когда тренером работал, девчонкам говорили, и всем молодым спортсменам, что победить это очень сложно, и во многом это даже зависит где-то и от удачи. Но главное, чтобы совесть была чиста, что ты сделал все возможное для достижения намеченной цели. Если ты даже занял второе место, или третье, или шестое, но твоя совесть чиста, тогда с этим... Второе самое обидное, говоря. Тогда с этим спокойно можно жить. Да никак, это не обидно, это очень даже почетно. Я горжусь тем, что я серебряный призер Олимпийских игр. Конечно, безусловно, и мы гордимся. Даже я помню, что я смотрела, болела, хотя я не спортивный болельщик совсем. А чтобы стать чемпионом, какая-то сверхмотивация нужна, как вам кажется? Ну, конечно. Откуда ее взять? Конечно, для того, чтобы стать... Вообще, если говорить, любой участник Олимпийских игр – это уже уникальный человек, потому что на Олимпийские игры просто так не попадают. Это проходит большое сито отборов, зарабатываются лицензии во многих видах спорта, персональной лицензии, поэтому тот, кто попал на Олимпийские игры, уже свой подвиг, можно сказать, совершил. А если ты еще и зашел на пьедестал или на верхнюю ступеньку, ну, это, я бы считаю, что это какой-то даже дар сверху, и очень много здесь даже не от тебя зависит, а как иногда ситуация сложится. Поэтому для того, чтобы быть на пьедестале, мне всегда тоже приятно было ну, как бы осознавать и понимать, что от таланта это мало, потому что в каждом виде спорта есть, ну, определенные качества, которые тебя наделяет природа. Ну, или скоростно-силовыми, там, взрывная сила, если там какие-то спринтерские дистанции или метания. Вот, ну, например, в видах спорта на выносливость, там, максимальное потребление кислорода, уровень гемоглобина в крови, которые определяют предрасположенность организма, переносить нагрузки на выносливость. Но одних природных данных это мало. Главное еще очень во многом даже зависит от того, чтобы у тебя был внутренний настрой. И способность работать, преодолевать каждый день большое количество трудностей, бороться с самим собой на тренировках, преодолевать какие-то неудачи в соревнованиях, потому что без поражения, побед в спорте не бывает. И на многие-многие годы сохранить вот этот вот настрой, не сломаться, потому что могу привести много примеров. Ну, к примеру, Юлия Зыкова, да? 14 лет ей потребовалось для того, чтобы подняться на Олимпийский педестал. 14 лет работы. Каждый день. Это вот и есть сверхмотивация, сверхцель. Это я называю одаренность, что помимо каких-то природных качеств у человека есть внутренний настрой, способность выстроить приоритет, отградиться от каких-то соблазнов в жизни, даже когда особенно что-то не получается у тебя в спорте, можно же куда-то уйти, а вот твердо идти к намеченной цели. И когда ты заходишь на педестал, конечно, это очень приятно. Но у меня много друзей, которые также не менее терпеливы и не менее напряженно работали, но, к сожалению, не стали олимпийскими призерами и чемпионами. А как вы думаете, вообще деньги могут быть мотивацией? Можно достичь действительно олимпийской медали, если твоя мотивация, деньги? Только из-за денег? Нет, конечно. Нет, конечно. И когда ты начинаешь стрелять в руб... Ну, нам, когда вот, я говорю, начинаешь стрелять, мы биатлонисты бежали, когда ты начинаешь стрелять в медаль или там в какие-то призовые, сразу... Всё, отключение возможно же, да? Это всё. Ты теряешь концентрацию, допускаешь ошибки, и это категорически нельзя. Павел, мне кажется, вот вы искренний человек. Это вам вообще мешает в жизни? Ну, где-то мешает, где-то помогает, но я такой, какой я есть, и кто-то, наверное, хорошо ко мне относится, кто-то не очень, но это жизнь. А как вам вообще дался этот переход легко из спортсменов и тренеров в чиновники? Вот на мой взгляд, это может быть стереотип, но тем не менее, мне кажется, что чиновник – это такая непростая работа. Нужно уметь приспосабливаться, договариваться, быть гибким. Вы вообще умеете приспосабливаться? Ну, приспосабливаться, наверное, не та формулировка, но принимать те решения, с которыми ты внутренне согласен, конечно, их реализованы, конечно, это одна из чиновничьих парадигм, потому что иногда ты не понимаешь или не видишь всей картинки в целом, и когда ты есть, но системные решения, даже с которыми ты, если внутреннее согласие, но если ты в команде, ты вынужден их выполнять, и ты обязательно их выполняешь. Иначе команда не работает. Вы были к этому готовы? Вот к такой истории, что придется принимать решения, с которыми ты можешь быть внутренне согласен? Конечно, конечно. И у меня, можно сказать, там два этапа захода в чиновничий мир. Когда я только прям закончил спортивную карьеру и пришел, конечно, это было страшно тяжело. Это были, наверное, одни из самых тяжелых месяцев и даже, наверное, пару лет моей жизни. Там и другие обстоятельства были. Но сейчас, когда мне Александр Викторович предложил осенью 2019 года возглавить Министерство спорта, конечно, было гораздо проще. Не сказать, что сейчас нелегко, потому что задачи стоят очень сложные, и вообще работать, если ты работаешь, всегда тяжело. Но это гораздо проще, чем было в 2006 году. Что самое эмоционально тяжелое в этой работе для вас? Ну, много всего, но, видите, наверное, все спортсмены привыкли идти к какому-то конкретному спортивному результату. Да, вот у меня есть там план на четырехлетие, на этот сезон или еще что-то. В чиновничьем мире эти задачи немножко размыты, и многое зависит не только от тебя. Поэтому, если ты так же там вкладываешься или так делаешь, еще ты можешь не достигнуть результата, потому что, ну, другие, гораздо больше переменных в этом уравнении, которые должны сойтись, чтобы все это... При этом ты можешь остаться виноватым. Да, безусловно. Вы спокойно это переживаете? Да, да, я готов к этому. Наверное, закалка олимпийская, да, помогает? Да, ну, конечно, спорт помогает и держать где-то удар, и когда не очень какие-то приятные минуты в работе есть, когда подставляют тебя, откровенно говоря, А бывает такое? Нет, ну, конечно. А вы не боитесь об этом сейчас говорить, да? Ну, я же не буду говорить конкретно, какие факты. Ну, я не спрошу. Но это есть, это есть, конечно. И когда ты, например, людям договариваешься, все по рукам бьешь, да, обсуждаешь какие-то такие сложные вопросы, тяжелые, бьешь по рукам, все договорились, внутренне вроде, ну, хорошо, как бы, картинка склеилась, как говорится, да, то на следующий день или через два дня совершенно человек предпринимает другие действия, противоположные тому, о чем мы договорились, еще выставляет это все так, ну, в каком-то пространстве. Ну, дай бог всем. И что потом, вы же не доверяете людям тогда? Да как не доверять? Доверяешь, доверяешь, работаешь. Ну, я еще, опять же, да, Юля, вот, все со мной согласятся, банальный тезис, что кадр решает все. Абсолютно. До сих пор. Поэтому, если у тебя есть команда, если те люди, которым ты действительно доверяешь, которые, условно говоря, там, ставят визу на каком-то документ, и ты понимаешь, что он отработан, и здесь, ну, все правильно, потому что даже я всегда внимательно читаю все документы, но где-то знаний-то все равно не хватает, потому что, ну, ты же не можешь быть юристом, экономистом, финансистом. Конечно. Вот, и так далее. Поэтому, когда есть визы людей, которым ты доверяешь, ну, ты знаешь, что документ, конечно, это гораздо спокойнее, чем ковыряться самому. Я вас понимаю, у вас есть команда? Формируем, конечно. Охотно к вам идут в команду? Не так-то просто, потому что госслужба – это свой порядок, это свои, как бы, там, процедуры принятия на госслужбу, но когда-то кто-то приходит, кто-то уходит, потому что иллюзии теряются, хотя я со всеми откровенно говорю, что предстоит, это не сладкий хлеб. И, к сожалению, сегодня образ чиновника такой, что все мы, вот, там, бездельники, во многом, да, что мы, бездельники, ничего не делаем, только на деньги налогоплательщика существуем. И когда люди, специалисты, там, на уровне консультанта, там, ведущего специалиста, главного специалиста, ведут начальника дела, ведут такой большой объем работы, ответственность на себя берут. Конечно, многие наши жители этого не знают, не видят. Ну, к сожалению. Да, но и, на самом деле, это и не очень высокоплачиваемый труд. Конечно, я понимаю. Поэтому, конечно, это тяжело, соревновать команду квалифицированных специалистов, которые объединены какой-то общей целью, общими задачами, какой-то... Ну, у вас получится. Супруга у меня говорит, что люди одного цвета должны быть. Это мне очень нравится. Поэтому во многом даже, когда есть, есть, там, одинаковый уровень, ну, квалификации, хотя такого не бывает, ну, где-то там, подготовки, то все равно ты где-то интуитивно чувствуешь, человек твоего цвета или не твоего цвета. Вот с этим будет комфортно работать, а с этим, может быть, не очень. И оно всегда срабатывает. Вы заговорили про супругу, можно я про семью спрошу у вас? Вы много лет назад пережили трагедию, у вас умерла жена от рака желудка, вы остались с двумя маленькими детьми, совсем крохи, 7 лет и полтора года, да, маленькому, младшему было. Вот скажите, время правда лечит? Или трагедия, она все равно незаметна, но меняет жизнь навсегда? Да, конечно, лечит. И жизнь меняется, и отношение к жизни меняется, и, конечно, это не забывается. Это всегда боль остается, но время лечит. Поэтому, к сожалению, вот мы в 2020 году тоже много своих близких и друзей ушли по тем или иным причинам, в том числе из-за ковида. Поэтому, пользуясь случаем, тоже призываю всех вакцинироваться. Я сам провакцинировался. Абсолютно уверен, что это поможет, по крайней мере, минимизирует риски потери своих близких и родственников. Но время лечит. Жизнь продолжается, и надо научиться жить в новых реалиях, работать и просто жить. Конечно. Вы хотите, чтобы у вас трое сыновей? Хотите, чтобы вы... Мальчик, мальчик, еще мальчик. И еще мальчик. Вы хотите, чтобы они были олимпийским чемпионами? Нет, такой задачи нет. Такой задачи нет. Поэтому пусть они сами решают, как им... Конечно, я там предлагал и одному, и второму. И третьему уже предлагаете. И третьему, что у нас есть, что мы пойдем в такую-то спортивную секцию. Уже договорились, что во второй половине августа, когда будут тренера выходить из отпуска, пойдем на просмотр. А вы настаиваете? Нет, я спрашиваю у него. А если они вам скажут, не хочу я в твою спортивную секцию? Ну вот, средний так сказал, и отступились, конечно, что. Потому что, опять же, возвращаясь к тому, если нет мотивации преодолевать каждый день нежелание идти на тренировку и нежелание преодолевать те сложности, толку от этого не будет. Павел, давайте последний вопрос. Вы, как министр спорта, мне скажите, у нас спорт норма жизни в крае? Или все-таки полежать на диване пока еще больше норма? Нет, становится, и я вижу это, да мы все это видим, сколько много людей за последнее время вышли на улицы, как стали популярны эти пробеги какие-то, походы различные, там, когда мы проводим пробеги или вело какие-то пробеги, или бегом, регистрация заканчивается, желающие еще есть. Пять лет назад такого не было. Павел, это благодаря вашим усилиям спорт становится нормой жизни. Ну, я делаю свою работу, как всегда, делаю честно, но насколько она получается, наверное, уже судить, в том числе и вам. Спасибо за интервью, спасибо, что пришли. У нас в гостях был прославлен биатлонист Павел Ростовцев. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова